Майор полиции Александр Шмырев в службе участковых и полномоченных служит ровно столько, сколько носит форму сотрудника органов внутренних дел 15 лет. Территория обслуживания Шурова гора, население более 17 с половиной тысяч человек и постоянно растет, поскольку микрорайон активно застраивается, как и территория рядом по живописному Ворскому берегу. Правда, конкретно здесь активности сейчас не наблюдается. Недострой не то что не радует, даже пугает неблагополучием. Здесь и произошли события, потребовавшие от майора полиции проявить все, чему научили годы службы – оперативность, расчет, правильное распределение сил и саму силу физическую, в точном следовании в этой части закону о полиции. Это уже конец истории. Начало было менее динамичным и даже романтичным, по-летнему беззаботным и непредвещающим беды. В вечернее время 13-летняя девочка вместе с друзьями прогуливалась по набережной города Энгельса. К ним подошел незнакомый 38-летний мужчина и отозвал ее в сторону. Полагая, что мужчину хоть что-то спросить, девочка, не подозревая о грозящей ей опасности, остановилась с ним. Компания проследовала дальше. Мужчина, выждав время, когда ее приятели отойдут подальше, взял ее за руку и повел в сторону от набережной. Друзья потеряли девочку из вида. В пути следования злоумышленник завел девочку в одно из расположенных неподалеку недостроенных зданий и, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении ее действия сексуального характера. Потерпевшая смогла вырваться и выбежала на улицу, где рассказала приятелям о случившемся. Друзья девочки обратились в ближайший пункт полиции. Примерно в 16.10 в опорный пункт полиции забежали двое подростков, которые сообщили о преступлении. Незамедлительно выдвинувшись на место, я более подробно расспросил данных подростков, которые пояснили, в чем был одет данный подозреваемый. Как задержали подозреваемого, осталось на записи в телефонах у ребят, призвавших на помощь полицейского. Остальные подробности в материалах уголовного дела. По данному факту, в отношении ранее судимого, 38-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за совершение иных действий сексуального характера с применением насилия. Расследование продолжается. Следственные действия, проверка и закрепление доказательств теперь забота следователей. А у старшего участкового полномочного Шмырева свои служебные будни. Пожелать бы, пусть будут спокойными, так ведь не получится. Покой участковым и не снится. Такая у них работа. Ольга Орлова, Анастасия Безрукова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.